Псалом 144, 8-9 Как совокупность качеств Она вмещает в себя многие добродетели Давид, человек, знающий присутствие Божье Как приходить в это состояние Открывает это качество Как неотъемлемую часть его присутствия Когда мы говорим об этом псалме И то, что Давид говорит Буквально он говорит Все, что не делал Бог в моей жизни Это было щедро То есть на всех его, абсолютно на всех его делах Он делает не только то, что нужно сделать Он делает это с определенной прибавкой Которой мы называем щедрость С определенным состоянием сердца С определенным состоянием настроения По отношению к нам И Давид говорит Всякое присутствие Божье Всякое детствие Божье Оно имеет в себе щедрость Вот когда мы с вами приходим В присутствие Божье Мы должны знать Если ты когда-то будешь переживать Его присутствие Ты будешь переживать его щедрость Он не приходит без щедрости Он Бог полный щедрости Это его характер Это его природа Щедрость У него понятно, что когда мы говорим о Боге Он даже в Ветхом Завете имел Много направляющих имен И много мы можем говорить Что Он есть и любовь И так далее Он святой Но щедрость Это также неотъемлемая часть Его природы Он Бог щедрый И когда мы рассуждаем О щедрости В нашей жизни Точно так же Наверное было бы хорошо Людям сказать Если я попадаю в присутствие Вот этого человека Антона, Александра, Екатерины И так далее Вот когда я вхожу в их присутствие Они проявляют по отношению ко мне щедрость Щедрость – это то, что нам передано Богом По сути нашего творения И это немаловажный вопрос в жизни Почему я задел Давида? Давид знал, что Бог щедрый И он знал, что такое Его присутствие В Ветхом Завете Ковчег олицетворял присутствие Божье Он стоял святая святых И он олицетворял Там было само присутствие Божье Туда мог входить только первосвященник Раз в год Это было святейшее место И вот была однажды история с Ковчегом Она записана во второй книге Царств Шестая глава Я прочитаю с 9 по 12 стих «И устрашился Давид в тот день Господа И сказал, как войти ко мне к ковчегу Господню И не захотел Давид везти ковчег Господень в себе В город Давидов А обратил его в дом Авидара Гефянина И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина Три месяца И благословил Господь Авидара весь дом его Когда нанесли царю Давиду, говоря Господь благословил дом Авидара И все, что было у него ради ковчега Божьего То пошел Давид И с торжеством перенес ковчег Божий Из дома Авидара в город Давида И первая мысль, которую я хочу подчеркнуть в щедрости Это щедрость, как вызов нашей веры Щедрость, как вызов нашей веры Давид, зная щедрость Бога С одной стороны, точно так же пережил В присутствии Божьем и потери Когда он решил перенести ковчег Божий И они делали это не как должно Они поставили его на телегу Они повезли Когда ковчег накренился Оза простер руку, чтобы поддержать И прогневался Господь И пал Оза мертвый И вот в этом состоянии С этого состояния мы начинаем читать Давид устрашился И он говорит Ко мне ковчег не пойдет То есть он осознал цену присутствия Божьего в своей жизни С одной стороны мы читаем Он говорит Бог щедрый С другой стороны мы читаем Давид устрашился Но когда этот же самый ковчег Входит в дом Авидара Бог начинает щедро благословлять его дом Написано Во всем, что было у него То есть вот Ничего у Авидара не осталось Что не было бы благословенно И это наша цель Это то, к чему мы идем Путь к преуспеванию Чтобы все, 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 все Абсолютно все в нашей жизни Было благословлено Богом Не 10%, не одна сфера Все, что Бог доверил нам И вот когда мы видим эту историю с ковчегом И почему щедрость как вызов Я хочу говорить о Авидаре, не о Давиде Поставьте себя на место Авидара И его дома У него семья У него дети У него имение И ему не свидетельствуют Я был слеп и прозрел Я был прокаженный и очистился И ему говорят Вот этот ковчег только что одного убил Пусть он у тебя дома постоит Я не думаю, что многие из нас Обрадовались бы Если к нам поставили домой То, что только что кого-то убило И причем ты даже механизма до конца Не понимаешь, почему это произошло Почему он до этого трогал, не убивало А теперь тронуло, убило Как определить, когда меня убьет А когда не убьет Когда я могу касаться А когда не могу касаться Авидар принял ковчег Он принял присутствие Божие И это была проявленная щедрость Со стороны Авидара и его дому По отношению к Божьему присутствию Это первый вид щедрости О котором я сегодня хочу говорить Нам необходимо проявить щедрость По отношению к присутствию Божьему А не только постоянно ожидать щедрости От его присутствия в нашей жизни Потому что когда его присутствие Не проявило щедрости по отношению к Давиду Давид испугался и отказался от присутствия Божьего В результате Авидар делает этот вызов Он принимает точнее этот вызов Он помещает ковчег в себе дом И Бог оценил эту щедрость Авидара Давайте немножко глубже поймем Что сделать пришлось Авидару Он не просто взял ящик И внес его к себе домой И даже поставил на особое место Когда вы понимаете Что вот этот ковчег Он определяет жизнь и смерть В результате твоего поведения Тебе нужно менять поведение Ты не просто ставишь его у себя в доме Ты понимаешь Тебе все в твоей жизни Надо подчинить этому присутствию И если там будет какое-то нечестие Несвятость, нечистота Оно не проявит щедрости А оно будет иметь обратное действие И ты только что все это видел Другими словами Авидар, как Иисус Навин Наверное, он встал и сказал Я и дом мой будет служить Господу Другими словами Он принял на себя такой огромный вызов Если нужно изменить уклад жизни Изменить уклад каких-то своих действий Своей морали, своего поведения Потому что у него дома присутствие Божье Дорогие, если мы хотим идти к преуспеванию Нам нужно принять вызов веры Пустить Божье присутствие В свою жизнь и в свой дом Представьте, если сегодня бы вы Принесли ковчег Божий к себе А перед этим слышали Один парень его коснулся и умер Наверное, многие бы из нас Если мы будем честны Мы поступили бы, как Давид Спасибо, Господь Давай так Я в воскресенье приду Пусть он там где-то стоит Мы здесь попляшем вокруг него Давид, знаете, там плясал, играл У него все в порядке с этим было И мы домой спокойно Чтобы дома у нас все было безопасно Потому что присутствие Божье опасно Оно проявляет Оно указывает И оно иногда не в награду для меня Но если вы хотите иметь благословение Во всех, во всех, во всех сферах жизни Вам нужен ковчег Божий В вашей жизни и в вашем доме И это вызов Изменить уклад своей жизни Ради присутствия Божьего в вашем доме И когда Давид увидел Прошло три месяца И люди приходят к Давиду И он, наверное, думает Сейчас мне скажут Там еще кто-то из сыновей умер Там слуга пыль протирал С этого ковчега Упал мертвый Он, наверное, ждал гонцов С нехорошими вестями А ему приходят и говорят Послушай, больше никто не умер Более того Все, не просто дом Все, что есть у Авидара Вот абсолютно все Вот куда бы ты ни посмотрел От кухни до хлева От бизнеса до здоровья Все Бог благословил Все покрыл своим благословением Давид это слышит И он понимает Щедрый Господь Давайте возьмем присутствие Божье Изменим отношение к Нему Чтобы в нашей жизни Так же преуспевание было во всех сферах Абсолютно во всех Когда Авидар проявил щедрость По отношению к ковчегу К присутствию Божьему Бог проявил щедрость По отношению к дому Когда мы с вами проявляем щедрость По отношению к Божьему присутствию Незамедлительно будет ответ Незамедлительно Когда вы откажетесь от каких-то телепрограмм Когда вы откажетесь от каких-то программ по интернету Когда вы выкинете какие-то журналы Из своего дома Когда вы что-то согласитесь изменить Ради присутствия Божьего в вашем доме Вы удивитесь Бог благословит ваших детей Бог благословит ваше здоровье Бог благословит ваше имущество Когда ты проявишь щедрость По отношению к присутствию Божьему В твоем доме Бог проявит обратную щедрость По отношению к твоему дому И ко всему, что у тебя есть Это определенном смысле Опытный путь Познания щедрости Божьей Вы знаете Только в одном месте Бог сказал Испытайте меня И тот, кто уже давно ходит в церковь Вы знаете Одно место, где Бог разрешил Человеку испытать его Принесите Десятины, приношения Хотя бы в этом Испытайте меня Не благословлю То есть, не буду ли я ответом На вашу щедрость Которую вы проявили По отношению к моему присутствию В вашем народе Первое послание Тимофея 6 глава 17-19 стих Богатых в настоящем веке увещавай Чтобы они невысоко думали о себе И уповали не на богатство неверное Но на Бога живого Дающего нам все Обильно для наслаждения Так, чтобы они благодетельствовали Богатели добрыми делами Были щедры и общительны Собирая себе сокровище доброе Основание для будущего Чтобы достигнуть вечной жизни И здесь апостол Павел Говорит Тимофею Богатых в этом веке То есть, люди Которые имеют много различных удовольствий Увещавай Чтобы они были щедрыми По отношению к Божьему присутствию Чтобы они изменяли уклад своей жизни Чтобы они не подвергались нареканию Как прочие люди Которые живут безнравственно И имея финансовые возможности Тратят их только на похотливые Какие-то сребролюбивые вещи Но он говорит Но ты увещавай Чтобы эти люди проявляли Проявляли адекватность По отношению к тому, что им верено Чтобы они, написано, были что? Щедры и общительны Это опытный путь Это вызов Когда ты имеешь определенные возможности И покоряешь эти возможности Покоряешь уклад своей жизни Божьему присутствию Здесь написано Чтобы достигнуть вечной жизни Не благотворительность и общительность Делает это Но именно состояние сердца Которое посвящено Божьему присутствию Когда человек начинает поступать По Божьему слову Таким образом проявляя щедрость Подобно, как была проявлена щедрость По отношению к ковчегу Когда Божье присутствие приходит Когда есть посещение Господа Вы знаете, что даже Он побуждает к щедрости Даже тех, кто не знает Его Я не так давно читал это место В книге пророка Исаии Оно меня удивило Книга пророка Исаии 23 глава 17-18 стих И будет по истечении 70 лет Господь посидит Тир Тир это не там, где стреляют Это такая страна была И он снова начнет получать прибыль свою И будет блудодействовать Со всеми царствами земными По всей вселенной Но торговля его и прибыль его Будут посвящаемы Господу Не будут заперты и уложены в кладовые Ибо к живущим перед лицом Господа Будет переходить прибыль От торговли его Чтобы они ели до сытости И имели одежду прочную И посмотрите Бог говорит Я посещу Это не Израиль Это языческая страна Он говорит Через 70 лет я посещу И я восстановлю экономику этой страны Я снова подниму бизнес Я дам им разные направления Нам иногда кажется Что экономика зависит только от умных людей Что Бог только в Израиле Или в церкви экономикой занимается Послушайте Вся вселенная принадлежит Богу И то, что Бог посещает То, кого Бог посещает Он изменяет экономику точно так же Он говорит Я посещу Тир И он снова начнет торговать Получать прибыль У него снова начнется прогресс Но Он говорит Если я их посещу У них будут перемены в этом бизнесе Этот бизнес не просто станет Социально ориентированным Этот бизнес начнет искать Моего благоволения Он будет искать священников Которые направят его Изменят его Подкорректируют его Чтобы благословение Божие Больше не уходило Поэтому, когда мы проявляем щедрость По отношению к присутствию Божьему И в данном случае мы видим Что даже те люди Которые напрямую Не имеют отношения к Богу Но они проявляют щедрость К Божьему присутствию Да, мы там читали Что их прибыль Она будет служить Содействовать тем Кто служит Богу Тогда Бог проявляет свою щедрость По отношению к нам Вторая мысль Которой я хочу поделиться Насчет щедрости Это щедрость и воровство Щедрость и воровство Как оно может быть рядом Ну вот, к сожалению Оно точно так же бывает рядом Вспоминаю книгу Бытие Начало земной жизни человека И там было дерево Дерево, которое называется там Древо познания добра и зла О котором Бог сказал Не прикасайся к нему Потому что в момент, когда ты прикоснешься К этим плодам Когда ты вкусишь Ты умрешь У тебя У тебя будет забрана жизнь Вот я назвал это дерево Сегодня В образе проповедь Дерево завета Или дерево верности И у каждого из нас в жизни Есть дерево верности И дерево завета Это наши взаимоотношения с Богом Это наш водный завет Это завет с Богом И завет с церковью Это завет внутри семьи Между мужем и женою Если хотите больше Это ваши контракты И договоренности В вашем бизнесе Это так же Дерево верности и завет Потому что, к сожалению Сегодня многие пренебрегают Теми договоренностями Которые есть А Бог говорит Лучше тебе не обещать Чем обещать и не исполнить Аминь Потому что он не благоволит глупым А обещать и не исполнить Это глупость Дерево завета Или дерево верности Вы знаете Недавно я разговаривал С одним человеком Я говорю Послушай Если ты позволишь Срывать плоды С этого дерева Это принесет В твою жизнь Смерть Там, где нарушается Дерево завета Там начинается Постепенная смерть Если дерево верности И завета Подвергается Хищению Оттуда начинает Что-то браться Открывается Духовная дверь Через которую Проклятие Начинает посещать Данного человека Данную семью Или данный бизнес Очень внимательно Нужно относиться К этому Бог щедрый Он насадил Прекрасные дерева В раю Он дал Прекрасную еду Он дал Во власть человека Абсолютно все Его щедрость Была немыслимой Просто И там было Только одно дерево Я его сегодня В проповеди Называю Дерево завета Или дерево верности Он говорит Вот моя щедрость Но вот это дерево Это буквально Мое И если ты Этого прикоснешься То ты Закроешь себе Дорогу в жизнь У тебя Перестанет жизнь У тебя перестанет Благословение К тебе начнет Поступать проклятие Одно дерево Среди огромной Щедрости Нету Сейфов Нету Ограды Нету Электрической Проволоки Нету Никаких Табличек Абсолютно Ничего Просто дерево Как множество Множество Других дерев Но Бог Сказал об этом Дереве Позже У дерева Жизни Появился Херувим Который Огненным мечом Ограждал его Но тогда еще не было Почему не было Потому что в этом проявляется Ментальность детей И ментальность воров Если вы дома Все прячете Это говорится Что у вас дома Нету ментальности семьи Ваши дети Они не дети Нет Я имею ввиду Они дети Физически Биологически Рождены вами Но если вам все нужно От них прятать Это говорит о том Что их ментальность Не ментальность детей В вашем доме А ментальность вора Когда Бог Насадил рай Он не дал человеку Ментальность вора Там не было оград Не было заборов Не было башен Не было херувимов Охраняющих Там была абсолютная Свобода доступа К этому дереву Потому что Бог хотел Видеть детей Но Человек согрешил Чтобы дьяволу Войти в нас В какой-либо мере Обладания Начать влиять на нас Первое Что ему нужно сделать Ему нужно Обратить нас Из детей В воров В свою природу Евангелие Иоанна 13 26 29 Иисус отвечал Тот кому я Обмакнув кусок хлеба Подам и обмакнув Подал Иуде Симонову Искариоту И после сего куска Вошел в него Сатана Тогда Иисус Сказал ему Что делаешь Делай скорее Но никто из возлежавших Не понял К чему он это сказал А как у Иуды Был ящик То некоторые подумали Что Иисус Иисус говорит ему Купи Что нам нужно К празднику Или чтобы что-нибудь Дал нищим Сатана Вошел В человека Послушайте Это не был Дьякон Не администратор Не бухгалтер И даже не пастырь И не епископ Этот человек Был апостолом Апостолов Было всего Двенадцать Среди тысяч Учеников Следующих За Иисусом Тысяч Было всего Двенадцать Апостолов И этот человек Был один из двенадцать И в него Вошел Сатана Как смог Сатана Войти в Иуду При всем Его помазании Дарованности Призвания Как он смог Начать Обладать Этим человеком Евангелие Иоанна Двенадцать шесть Сказал же он Это Здесь говорится О Иуде Не потому Что заботился О нищих Но потому Что был вор Он имел При себе Денежный ящик И носил Что туда Опускали Прежде чем Дьявол Смог Обладать Человеком Он должен Сделать Человека Вором Заменить Ментальность Человека Дитя На ментальность Вора И когда Человек Утверждается В этой Ментальности Дьявол Начинает Обладать Таким Человеком И к сожалению Для этого Человека Ничего Хорошего В его Жизни Не получается Иуда Вот то Последнее Место Которое Мы прочитали Он был Инициатором Скандала В тот момент Вокруг Женщины Которая Возлила Драгоценная Мира На Иисуса Христа Иуда Назвал Это Неадекватными Затратами Хотя Вообще Это не прошло Через Церковную Казну Женщина Имела Это Это Не было Церковно Это Принадлежало Женщине Она Могла Делать С этим Что Хотела Это Было Ее Имущество Он Призвал К справедливости Иуда Как бы Проявляя Заботу О Нищих Но Мы Знаем Что У него Не было Заботы О Нищих И Вот Здесь Этот Инструмент Который Я хочу Чтобы Вы Увидели Как Дьявол Обращает Потому что Конечно Мы знаем Иуда Искариот У нас Сразу Определенная Негативная Такая Негативная Ассоциация И конечно С нами Она Никак Не Проходит Ну Кто Из нас Ассоциирует Себя С Иудой Искариот Ну Мы же Не такие Мы же Святые Белые Пушистые Святые Хорошие Люди Божьи Адам И Ева Были Хорошие Пушистые Но Дьявол Обратил Их Из Хороших Людей Воров Потому что Дьявол Не подходит И не говорит Валерий Михайлов Пойдем Поворуем Знаешь Там лежит Что-то Не так Не очень Хорошо Пойдем Своруем Это Он Лукавый Он Обращает Воров Непрямым К тебе Подступом Пойдем Воровать Глупых Людей Он только Так Совращает Умных Хороших Людей Он так Не Совращает Он знаете Что говорит Я сегодня Тебя приглашаю На панельную Дискуссию О справедливости Я хочу сегодня с тобой порассуждать о справедливости. Давай поговорим о священстве, давай поговорим о президенте, давай поговорим о премьер-министре, давай поговорим о бизнесменах, давай поговорим о твоей соседке, давай поговорим о твоих родителях, давай поговорим о любом человеке. я приглашаю тебя к дискуссии о справедливости. Ты видишь, что делает эта женщина? А ты представляешь, сколько людей сейчас пухнут от голода в то время, когда дорогие духи выливаются, и ты представляешь, куда? На ноги. Давай поговорим с тобой о справедливости. Ты считаешь, что это нормально? Если Он Господь, если Он милосердный, если Он вот такой человеколюбивый, если бы Он был на самом деле такой, Он бы остановил эту женщину. Он бы сказал, не делай этого для меня. Это слишком дорогая, неадекватная затрата. Это несправедливо. Давай иди продай это. Ты знаешь, там 10 человек голодает. Отнеси это тем нищим. Если бы Он был справедливым Господом, Он бы не дал этого сделать в твоей жизни. Что сделал дьявол с Адамом и Евой? Когда он пришел к Еве, он что сказал? Пойдем с того дерева у саду у Господа утянем яблоко. Там оно самое вкусное и самое красное. Нет. Он подошел и говорит, послушай, ты вообще считаешь это справедливо? Вообще это справедливо? Почему что-то тебе запрещается в жизни? А ты вспомни, Адам, Ева, вспомните, вообще Бог сказал, что земля все вам принадлежит. Вообще вы здесь, господа и хозяева, это все ваше. Если бы Бог был справедливым, почему тогда это дерево нельзя? Дьявол к умным, хорошим людям не подходит с предложением воровать. Он подходит с предложением восстановить справедливость. Давай восстановим справедливость. К сожалению, такое восстановление справедливости делает человека вором. Его ментальность меняется. И вместо благословения в разные сферы его жизни начинает приходить проклятие. А он даже не подозревает. Он думает, что он поборник справедливости. Апостолы, наверное, смотрели на Иуду и просто умиляли в сердце. Они даже предположить не могли, что он вор, что он уже давно вор. Что когда он говорит, давай о нищих позаботимся другими словами, он думает, ну вообще я могу как-то на себя это использовать. Возьмите людей, которые сегодня поборники за нищих. Изучите их жизнь. Сколько они нищим дают? Поборники справедливости чаще всего, чаще всего люди неблаготворительные. Они используют это как пиар-компанию, чтобы прикрыть воровство в своей жизни. Они не ищут справедливости. Когда люди начинают указывать, посмотри, вот на какой машине ездит, посмотри, в какой костюм одевается, посмотри, как она сегодня вырядилась. На самом деле, в своей жизни они хотят то же самое. Если ты им дашь чуть больше, они завтра не побегут к бомжам их кормить. Они побегут в бутик что-то себе покупать. Хорошие люди становятся ворами на дискуссии панельной по справедливости. Не попадитесь в ловушку дьявола. Бог сделал вас детьми. Бог дал вам дерево верности и завета вашей жизни. Он не оградил его. Он не оградил его никак. Он доверяет вам, потому что вы его дети. Он приходит к евреям, Господь Иисус и говорит, как вы взяли заповедь, почитай отца и мать. И сказали, если кто-то будет Богу давать, то можно эту заповедь не исполнять. Вы ворами стали, вы несправедливо поступаете. Вам говорят о справедливости, но говорит не Дух Божий. Лукавый сделал вас вором, потому что вы воруете то, что принадлежит вашим родителям. Это должно отдавать туда. Это не надо мне. Не надо ваши вороватые деньги нести ко мне в казну. Это не для этого. Это для того. В послании Тимофея 5 глава 8 стих апостол Павел вообще говорит очень твердо и жестко. Он говорит, кто о своих, особенно о домашних, не заботится. Кто помнит, что там дальше написано? Тот хуже неверного и отрекся. Послушайте внимательно. Отрекся от веры. Если твоя семья без попечения, если ты на диване читаешь Библию, в то время, когда твои дети голодают, послушай, ты и отрекся от веры. Хватит читать Библию. Иди грузим мешки. Здоровья не хватает. Иди полы мити. Иди зарабатывай деньги, чтобы твоя семья ни в чем не нуждалась. Или ты неверующий человек. Есть дерево верности, есть дерево завета, которое стоит в нашем саду. Бог говорит, я поместил это туда. И твоя щедрость, вот то, что ты говоришь, я не буду прикасаться, это твоя щедрость по отношению к моему дереву. Она будет рождать обратную щедрость по отношению к твоей жизни. Я благословлю все остальное в твоей жизни, если ты будешь достаточно разумным, чтобы проявлять щедрость к тому, что я доверил тебе. Щедрость и воровство рядом. Потому что часто мы воспринимаем щедрость как слабость, как неразумность. Что ты такой немудрый Бог поместил здесь такое? Так оно нехорошо сидит здесь, так вот легко можно подойти и взять. Ну, хоть какую-то бы оградку сделал. Щедрость иногда мотивирует нас к воровству, но это не от Господа. Разделите это. Если в вашей жизни что-то Бог дал, и даже если вам родители говорят, или муж говорит, или жена говорит, да не надо, не трать на меня, не слушайте, поступайте по Слову Божьему. Ваша щедрость по отношению к дереву завета будет рождать обратную щедрость по отношению к вам. И не ходите на эти панельные дискуссии по справедливости. Хотите быть справедливостью, поступайте по Слову Божьему. Заботитесь о нищих больше, чем достаточно. Идите позаботьтесь о них. А не осуждайте кого-то, что он о них не заботится. Ты позаботься, что ты судишь чужого раба. Аминь. Следующий вопрос, следующая мысль, которую я бы хотел раскрыть в щедрости, это щедрость и расточительность. Щедрость и расточительность. Евангелие Матфея 12, 30. Кто не собирает со мной, тот расточает, говорит Иисус Христос. Когда мы с вами имеем общее видение, общие планы, общие дела, общий, если хотите, бюджет, то вот если мы вместе с вами не собираем, то значит мы расточаем. Так определяет это Господь. Семьи, мужья, жены, послушайте меня сейчас очень внимательно. У вас должно быть общее видение и общий бюджет. Я не имею в виду, что вам вот надо сесть и все записать, но как-то на интуитивном хотя бы уровне определитесь с видением вашей семьи. Однажды мы с Лерой разговаривали, я говорил, Лера, Бог призвал меня. Я буду пастором, я буду служить. Может быть, будет такое время, когда я не смогу зарабатывать много. Если ты хочешь быть рядом со мной, будь рядом со мной. Я люблю тебя, но у меня есть видение. Если ты готова вместе со мной быть в этом видении, мы будем вместе. Когда у нас есть единое видение, у нас рождается единый бюджет. И если мы выбиваемся из этого, мы становимся расточителями. А мне вот, знаешь, кофточка здесь понравилась. Ну ты знаешь, нам надо детей образовывать, нам надо заплатить за образование детей. Ну да, конечно, но вот, ты знаешь, я так посмотрел такие скидки на футбольный матч. Ну я не могу не пойти с такими скидками, я обязательно должен пойти на футбольный матч. Расточительство – это когда мы выбиваемся из общего видения. Есть бюджет, есть оплата, есть необходимые затраты, которые должны быть первоочередное, а все, что сверх, по усердию. Простой пример. Когда, если бы вы работаете в каком-то бизнесе, пастор Антон у нас в церкви служит, ожидает зарплату каждый месяц, чтобы кормить семью. Я вас не трогаю, вы святые, мы с простыми людьми поговорим. И в очередной месяц я подхожу, точнее не я, я не выдаю зарплаты, подходит человек, выдающий зарплату, говорит, Антон, радуйся, «Мы купили тебе новую Библию». Позолоченную, знаешь, там самый лучший перевод, с толкованиями со всеми. Вот мы увидели, что тебе это так нужно, мы купили тебе Библию, радуйся. Ну, на твою зарплату. Конечно, духовный пастор Антон, он будет радоваться, будет поститься в следующий месяц. Но я думаю, вы не обрадуетесь. Если работодатель к вам придет и скажет, вы работаете на стройке, он придет к вам с улыбкой, скажет, «Слушай, мы получили прибыль, я купил новые инструменты, ты представляешь, у тебя теперь будут новые инструменты, новая форма, ты теперь будешь просто как, знаешь, такой вот огурчик, работа у тебя, все будет хорошо. Но зарплату получишь в следующем месяце». Я не думаю, что человек будет рад. Он скажет, «Слушай, возьми свои инструменты, дай мне зарплату, я и со старыми поработаю». Расточительство, когда мы выбиваемся из видения, из понимания того, что первоочередное. Слово Божие говорит, «Принесите десятины в дом-хранилище, чтобы в доме была пища». Кстати, о пище говорится не о благотворительной столовой. Говорится о том, чтобы то служение, которое Бог дал для этой церкви, то видение, которое есть в этой церкви, чтобы оно могло исполняться. Для этого необходимо, чтобы мы могли собирать те добровольные пожертвования и десятины. И если мы не собираем это, а по своему разумению что-то начинаем делать, мы выбиваемся из общего видения того, который Бог нам дал. И мы не поступаем разумно. Мы вроде бы все еще делаем доброе, но становимся сродни тем, которые расточают. Точно так же в доме, в семье очень важно, чтобы была согласованность в нашей щедрости, чтобы наша щедрость не была расточительностью, чтобы наша щедрость определялась бюджетом и видением, которое у нас есть. Также я хочу напомнить вам, что когда строилась скиния, иногда люди путают, когда скиния строилась, вот все, что было приобретено, и сама скиния, она была на добровольные, усердные пожертвования, но содержалась скиния десятинами. Она была оборудована пожертвованиями, но содержалась десятинами. Другими словами, все священники, левиты, они содержались за счет десятин, а все, что туда покупалось, покупалось за счет пожертвований. Поэтому, когда мы рассматриваем церковь в контексте нашей щедрости, нам необходимо понять, да, в церкви есть нужды. Иногда вот у нас завис, я не знаю, вот сейчас я вижу, стоит уже корк, в пятницу завис. Иногда какие-то вот там Александр ходит за мной, за новой гитарой, все хочет новую гитару, а я ему объясняю, что ты хорошо зарабатываешь, как-то подумай об этом, помолись с женой. Когда мы видим, что да, в церкви есть определенные нужды, вот скиния наполняется драгоценным имуществом за счет наших усердий. То есть вот что сверх есть. Если у тебя есть усердие, для чего-то сделай, но не оставляй без хлеба видение, которое есть, потому что у нас есть те проекты, у нас есть газеты, у нас есть начало церквей, у нас есть поддержка каких-то служителей и служений, и для этого нужен хлеб. Нам необходимо кормить то видение, которое у нас есть, поэтому нам нужно что-то делать вместе, а сверх того, если Бог положит для тебя, сделай на свое усмотрение, как ты видишь, потому что это все принадлежит тебе. Следующая мысль, которую я бы хотел оставить в контексте щедрости, это управление властью и ресурсами, управление властью и ресурсами, которые мы имеем. Когда мы это делаем немудро, мы можем стать тоже расточительными. Вторая книга про Липоменон, 26 глава, 5 стих, с 15 по 19 стих. Здесь говорится о царе. «И прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшему страху Божьему в те дни, когда прибегал к Господу, спошествовал ему Бог. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях, на углах для метания стрел, больших камней. Пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордил и сердце его на погибель его, и он сделался преступником перед Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господен, чтобы воскурить Фимиам на алтаре Кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников, Господних людей отличных, воспротивились Озии царю и сказали ему, «Не тебе, Озия, кодить Господу». Это дело священников, сынов Араоновых, посвященных для кождения «Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, не будет тебе в этом честь у Господа Бога». И разгневался Озия, а в руке у него кодильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его перед лицом священникам в доме Господнем у алтаря Кадильного. Царь вошел не в свое призвание. Когда мы говорим о щедрости, расточительности, вот когда мы неправильно проявляем свою власть, свое влияние, то, что мы имеем, те ресурсы, мы можем ошибиться. Когда мы говорим о видении, о церкви, о семье, о бизнесе, везде есть приоритетные позиции, которые Бог дает. Написано, «Кому честь, тому честь». Аминь. Есть определенные приоритетные позиции. И когда мы позволяем этим людям занимать эту позицию в своей жизни, в служении, мы должны точно так же и доверять в определенной мере. И когда иногда люди хотят войти, как говорят, в чужой монастырь со своим уставом и сказать, «Не, не, я хочу проявить щедрость другими словами, как я этого хочу». И священники останавливают этого царя. «Бог помог тебе, Бог поднял тебя, Бог благословил тебя, но послушай, это не твое, это не то, в чем тебе нужно быть. Здесь тебе нужно довериться нам. Мы будем это делать перед Господом, мы благословляем тебя, мы поддерживаем тебя, но послушай, не переходи границу, жены, не переходите границу, мужья, не переходите границу, дети, родители, не переходите границу, потому что иногда Да, так бывает. Когда родители вмешиваются в семьи своих детей, пытаясь туда принести свое видение – нет, нет. У них должно быть их видение. Когда жена вмешивается грубо в жизнь мужа – вероломно – нет. Когда муж разрушает веру в жене – нет. У нас должны быть приоритетные задачи, в которых мы с вами имеем свою прерогативу и внутри этого проявляем щедрость. Но если мы переступаем границу, и если мы говорим «я настолько щедрый, что я хочу проявить свою власть и ресурсы так, как я хочу, мне не важно, какое у вас видение, я буду делать то, как я это вижу». Если вы хотите, чтобы мы купили вам квартиру, дорогие дети, будете делать, как я. Дети, не берите эту квартиру. Она будет сетью для вас, она будет тесным колодцем для вас. Вы будете всю жизнь мучиться. И не дай Бог, ваша семья потом из этой квартиры разрушится. Написано «Лучше на углу дома, но с миром, чем иметь огромный дом с заколотым скотом и при нем раздор». Не идите на эти. И священники встали, они сказали «Послушай, царь, это не твое дело. Мы ценим твою щедрость, мы ценим твое внимание, но остановись, не переступай порог, не делай этого, ты не будешь прав перед Господом». И Слово Божье начинает останавливать этого царя. Но что делает царь? Он разгневался, он не ударил. Он разгневался на священников. И моментально проказа выступила на Челееву. Моментально реакция Бога, которая произошла. Послушайте, когда нас Божьим Словом пытаются затормозить, остановиться, наша плоть, она хочет разгневаться. Особенно, когда мы имеем влияние, мы набрали уже обороты, мы чувствуем себя сильными, мы чувствуем, что мы можем что-то сказать. И когда нам говорят Словом Господнем, мы говорим, остановись, жена, остановись, не надо, не будет на добро, муж, остановись, не надо, не будет на добро, родители, остановитесь, дети, остановитесь, люди, остановитесь, не надо, в своем бизнесе остановитесь, не делайте этого. Потому что Слово Божье говорит, не делай, не поступай так. И если ты начинаешь гневаться, раздражаться, это опасное состояние сердца, и твоя щедрость приведет тебя к проказе, потому что ты стал расточителем того, что Бог доверил тебе. Это не как в истории Анании и Сапфиры, когда они упали моментально мертвые. Нет, здесь выходит проказа. Книга Левит, 22, 2-4 стих. Книга Левит, 22, 3-4 стих. Но я повторю из прошлой мысли, не участвуй в дискуссии о справедливости. Дай суд Господу. Бог сможет разобраться сам в этих вопросах. Он достаточно это видит. Так было, я называю это, проказа Неймана, когда Гиезис, слуге пророка, она пристала. Это жадность к деньгам, это серебролюбие, это любостяжание. И когда мы проявляем такое неправильное управление нашими ресурсами или наша щедрость, она становится заложником наших амбиций, тогда проказа выступает. Что такое проказа? Действие проказа. Я три действия вам коротко дам. Она и у священников, и у не у священников проказа действует у всех одинаково. Первое, она разлагает при жизни. Ты это видишь, но остановить не можешь. Когда царь стал прокаженным, он увидел это. Это не убило его моментально. Ты можешь с проказой жить годами и даже десятилетиями. С проказой люди живут, они просто потихоньку гниют, разлагаются на глазах. Они видят, как отгнивают части его тела и остановить не могут, но продолжают жить. Когда мы допускаем проказу в нашу жизнь, в каких-то сферах, с чего-то начинается, может быть, с того, чего мы вообще важным не считаем, но ты начинаешь видеть, оно разлагается на твоих глазах, и ты остановить это не можешь. Возможно, это действие проказа. И нужно серьезно задуматься, не получилось ли где-то поражение в твоей жизни. Второе, она делает одиноким, изолированным в своих эмоциях. Прокаженные не имели общения с народом. Они были замкнуты в своей среде прокаженных. Вот в своей субкультуре, в прокаженной субкультуре их эмоции были изолированы. Они с нормальными людьми, другими людьми, не больными. Они не могли поделиться ничем. И так человек, он становится замкнутым своим эмоциям. Он не идет к здоровым людям, к здоровым семьям, к здоровым служителям, к здоровым бизнесменам. Он живет в своей субкультуре прокаженных людей. Он эмоционально лишен исцеления. Он изолирован. Третье действие проказа, она не допускает в присутствие Божье. Присутствие Божье уходит из жизни этого человека, и он уже не знает, что такое присутствие Божье. Это действие проказа в том случае, если мы с вами путаем щедрость со своей гордостью и амбициями. Евангелие Марка 1, 40-43. Приходит к нему прокаженный, и умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит, «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку свою, руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу очистить». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его. Милосердие Господне, его желание очистить нас от этой проказы. Если мы сегодня признаем себя прокаженными, что мы где-то запутались в своих амбициях, мы переступили какие-то черты, какие-то границы Божьего Слова, и сделали это намеренно, понимая, оправдывая себя. И проказа, может, сегодня еще одна маленькая пятнышка вышла у тебя, а может быть, ты уже видишь, как отмирают целые области твоей жизни. Если ты прибежишь к Иисусу, склонишься и скажешь, если хочешь, он очистит. Но вот что сделал Христос последнее. Когда он очистил, он строго на него посмотрел. Вроде бы человек страдает. Иисус умело отседлся. Мы на каких-то картинах видим Иисуса обычно с такими глазами, которые не выражают вообще какой-то интеллектуальной активности. То есть это какие-то глаза такие умиротворенные, куда-то в дух унесенные. Но Библия показывает нам другого Христа, и вообще его глаза как пламень огненный написано. И здесь он смотрит на этого прокаженного, и он смотрит намеренно на него строго. Он хотел, чтобы этот взгляд врезался в его память, чтобы в следующий раз, когда он подойдет к искушению, которое привело его к проказе, он вспомнил этот взгляд. И страх Божий сохранит его от зла. У меня еще есть целая страница для проповеди, но я не знаю, насколько я успею отпроповедовать. Я хочу сегодня молиться, особенно за исцеление от проказы. Давайте скажу все-таки. Последняя мысль, последняя мысль, щедрость как опустошение, когда мы опустошаем себя ради Господа. Псалом 111, 7, 9. «Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек, рок его вознесется во славе». И здесь говорится об опустошении своей жизни, когда в согласованности воля Божья и воля человека через откровение, и это не для всех. И здесь, конечно, это говорится пророчество о Христе «опустошил себя, раздал». Здесь говорится о человеке, который способен принять от Бога вызов, призвание и в какой-то момент своей жизни опустошить себя ради Господа, почитать Его служение, Его призвание наивысшим благом для своей жизни. Такое отношение было в начале формирования апостольской церкви, когда написано «они продавали и приносили к ногам апостолов и разделяли каждому по нужде». То есть это вот было определенное состояние откровения Святого Духа. Но может показаться, как будто Бог от всех этого ожидает. Нет, неправда. Бог никогда не был против частной собственности. Он всегда был за частную собственность. Такие моменты, они, как правило, эпизодичные. Они приходят на какой-то момент, на какое-то время. Я не буду зачитывать вам это место, оно большое. Евангелие Луки, 18 глава, с 21 по 30 стих. Христос разговаривает с богатым юношей, который хочет наследовать жизнь вечную. Иисус говорит ему, «Раздай все, что у тебя есть, опустоши, раздай нищим, иди и следуй за Мною». Юноша в огорчении отступает. Он не может проявить такую щедрость по откровению Божьему. И дальше в этом же месте из Писания говорится о учениках Христа, о апостолах. Они говорят, «Мы все оставили и последовали за тобою». И Христос говорит, «Все, кто все оставил ради Меня, во сто крат получат». И не имеется в виду в прямом смысле новые семьи. Имеется в виду, «Петр, однажды ты оставил лодку полную рыбы». «Петр, однажды твоя жена осталась дома, а ты последовал за Мной». Я хочу сказать тебе, Петр, в твоей жизни будут годы, которые покроют это время вашего разлучения, покроют это время недостатка. Я так благословлю твою семью, я так благословлю твоих детей, я так благословлю твои возможности, что это будет в сто раз покрывать то короткое время испытания, которое ты прошел рядом со мной по откровению Божьему, оставив все ради моего призвания. Поэтому это эпизодичные моменты жизни, когда мы имеем встречу с Богом, и Его воля, она прикасается к нам. Прославление, пожалуйста, выходите. Не могу не вспомнить также из Акхея, которому прикоснулся Иисус Христос, своей щедростью сказав, «Я войду к тебе в дом». И Закхей слез с дерева, и в тот день, в тот день Закхей был очищен от проказы, в тот день он был исцелен. Он проявил огромную щедрость, то, что он собирал насилием, обманом. Он говорит, «Я раздам нищим, кого обидел, я вчетверо воздам. Я сделаю все, чтобы мне быть чистым перед Господом. Я не хочу смотреть, как постепенно разлагается моя жизнь, как область за область моей жизни. Они терпят поражение за поражением. Господь, очисти меня». И Бог говорит, «Сегодня пришло спасение этому дому». Аминь. Последнее место, которое я прочитаю, это второе послание Коринфянам, 9 глава, 6-9 стих. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек». Я записал себе последнее предложение. «Щедрость – это внутреннее откровение, рожденное в присутствии Божьем, которое становится образом жизни». Я молюсь, чтобы щедрость стала образом жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова